МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более чем недовольны тем, как отремонтировали их дома. Эх, дороги! Рязанский губернатор сегодня провел мониторинг хода ремонта городских дорог. Мы в Российской Федерации. Рязань получила своего представителя в спортивной федерации всестилевого карате страны. А теперь перейдем к более подробному изложению заявленных тем. Рязанский губернатор Олег Ковалев сегодня проехал, а большей частью и прошел по дорогам столицы региона, тем самым, которое у нас сейчас усилено, а может, и не так усилено, как хотелось бы, ремонтируется. Обычно глава области бывает скуп на похвалы, да и понять его можно. Губернатор все-таки не Дед Мороз на елке, а наши дорожники совсем не похожи на примерных отличников. Вопросов всегда много. И решать их надо прямо сейчас, и конкретно здесь, а не на бумаге. Поэтому и существует практика личных губернаторских обходов и осмотров объектов, которые находятся в стадии ремонта или реконструкции. В Рязани активно идет ремонт дорог. Работы ведутся сразу в нескольких районах города. Сегодня рязанский губернатор Олег Ковалев, глава администрации города Виталий Артемов, начальник управления благоустройства города и дорожного хозяйства администрации Рязани Валерий Бипко, а также рязанские журналисты, совершили объезд четырех улиц города, где ведутся дорожные работы. Под начальственный анализ попали семинарская, первая железнодорожная и спортивная улицы, а также перекресток улиц Колхозная и Горького. В ходе осмотра стало ясно, что на улице Семинарской работы планируется завершить до 15 октября. Осталось положить 150 метров тротуарного камня, оборудовать дополнительные парковочные места, высадить липы взамен спиленных деревьев и положить асфальт на 1 километр 70 метров дороги. Подрядчик, занимающийся улицей первой железнодорожной, обещал уйти с объекта уже через неделю. Глава региона, оглядев фронт работ, добавил дорожникам дополнительную неделю, дав задание спилить аварийные деревья. Узнав, что улица Спортивная, где расширяют дорогу и делают новый тротуар, будет готова лишь к 25 октября, губернатор распорядился завершить работы в более ранний срок. Мэр Виталий Артемов пообещал, что объект будет сдан к 15 октября. Участок улиц Колхозная и Горького протяженностью 795 метров будет готов к 10 октября. Улица Семинарская, первая железнодорожная, спортивная и колхозная. Крайне важны для организации качественного движения транспорта и уменьшения количества пробок, заверил Олег Ковалев. Я считаю, что мы на правильном пути и в следующем году мы, по крайней мере, не меньше вложим в развитие транспортной инфраструктуры города. В условиях, когда надо убыстряться, для меня важнейшим является качество работы. В середине этого мая в нашем регионе началась межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «МАК». Главная цель – выявление наркотиков растительного происхождения, изъятие оных из оборота, а также физическое уничтожение зловредных посевов. О криминальных сельхозпроизводителях и фермерах разговор понятный особый. Здесь надо напомнить статьи закона, которыми, например, за наркопосевы в крупном размере предусмотрены штрафы на размером до 300 тысяч рублей или срок до двух лет. А если в наркополе вышла на страду целая группа товарищей, то уже здесь им за труды положено до 8 лет содержания в местах отдаленных. О некоторых результатах этапов операции в сегодняшнем экспресс-интервью. Идет операция «МАК-2014». Вот кайковый результат на данный момент и в чем, собственно говоря, заключаются ее цели и задачи? В настоящее время проводится, пожалуй, наиболее активная фаза операции «МАК». Еженедельно сотрудники наркополиции изымают килограммы наркотиков растительного происхождения. Только за минувшую неделю из незаконного оборота было выведено 6 килограмм 350 граммов различных наркотических средств. По всем случаям возбуждены уголовные дела. По участию 2 статьи 228 Уголовного кодекса это незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Еще сообщение о официальной хронике, которая будет не безинтересна всем рязанцам. На сегодняшнем правительственном заседании рязанский губернатор заявил, что земельные участки в Рыбновском районе общей площадью более 75 гектаров будут переданы многодетным семьям. В рамках создания объекта культурного наследия достопримечательное место Есенинская Русь была проведена работа по возврату ряда земельных участков в государственную собственность. Этот возврат произведен в тех местах, где нельзя строить, будем говорить так. И в тех местах, где можно строить, но с определенными ограничениями регламентами определенными. Находящихся в населенных пунктах Раменки и Новоселки. Я принял решение об их бесплатном предоставлении многодетным семьям. Такое распоряжение мной подписано. Жилье – дело хорошее, несомненно. Однако, как говорилось в «Кавказской пленнице», жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Так вот, безусловно, жилье должно быть качественным, хотя бы приемлемым, удобным. Уже и не о новом речи идет, а о том, которое ремонтируется, по определению не должна после ремонта квартира трещинами идти. А вот и бывает такое, и не так уж и редко. Оксана Тебенихина продолжает тему в рубрике «Так и живем». Эта старенькая четырехэтажка, построенная в 61-м году прошлого века, находится по адресу улицы Связи, 17, в Соколовке. В 2012 году в ней впервые провели капитальный ремонт. Перекрыли крышу, сменили стояки, заштукатурили фасад. Казалось бы, все хорошо, жителям дома грех жаловаться. А нет, штукатуркой тут не отделаешься. Стены дали сквозные трещины, а фундамент, рассчитанный на три этажа, просел под тяжестью веса лишнего, четвертого. Ну, трещины, они были уже давно, может быть, больше 10 лет, но они были в стабильном состоянии. И до ремонта как-то можно было терпеть то, что было холодно, где-то там дуло. После ремонта стало дуть еще хуже. Трещины у меня вот здесь в квартире стали увеличиваться. Заделанные трещины, которые они заделали во время ремонта, они стали проявляться через месяц после окончания ремонта стен. Так что я не знаю, заделать одну из этих трещин по-нормальному нельзя, вот та, которая под окном идет насквозь, потому что нужно вытаскивать окно. А эксперт сказала, что если может рухнуть стена, если его вытаскивать, получается заколдованный круг такой. Куда вы уже обращались? В ЖЭО обращались, обращались вплоть до Путина, куда мы только не обращались. Ничего добиться не можем. Все вот как есть, так и есть. Из-за щелей во всю стену в квартире жутко холодно. А ведь скоро начнутся настоящие морозы. Лидия Константиновна уже сейчас вынуждена спать в пальто под двумя одеялами. Она бы с удовольствием надела шубу, но та уже приспособлена под батареи, как затычка для сквозных отверстий. Женщина уже не видит выхода из сложившейся ситуации. Дом находится в аварийном состоянии. Людей из него нужно срочно выселять. Но разве это реально? Динамик разрушения такова, что стена может обрушиться. Сейчас мы готовим обращение к главе администрации города, чтобы был осуществлен муниципальный контроль в соответствии с жилищным кодексом со статьей 20-й, потому что ситуация неоднозначная. Маяки, которые ставятся, они разрываются. Сама она не может, данная гражданка, произвести какие-либо действия по укреплению стены. Выводы показали исследование, что идет просадка фундамента, и эта ситуация достаточно серьезная и страшная. Как же страшно жить с осознанием того, что в любой момент тебе на голову может упасть плита перекрытия. Случиться может все, что угодно. А кто же будет отвечать за последствия? Далее в эфире программа «Заказной материал». Ага, скажет искушенный зритель, проплаченная вещица. Нет, ответим мы отнюдь, не проплаченная. Сегодняшний комментарий снят исключительно по заказу тех наших зрителей, которых горячо интересует изменения в расчете пенсии. Ну, что поделаешь, если в нашей пенсионной системе, что ни день, такие пертурбации, за которыми не уследит даже самый матерый эксперт. Итак, по просьбе трудящихся, у нас некоторые разъяснения в связи с новой формулой расчета пенсии. Принято решение о том, что с 1 января 2015 года дополняются необходимые условия для того, чтобы человек, который достиг женщин 55, а мужчин 60-летнего возраста, право на трудовую пенсию по старости. И эта страховая пенсия, она будет назначаться при выполнении трех условий. Первое условие – это достижение возраста. Женщина 55 лет, а мужчина 60 лет. Второе условие – мы будем поднимать необходимый трудовой стаж или страховой стаж. Если сегодня он 5 лет нужен для того, чтобы у человека появилось право на пенсию, то с 1 января мы будем его увеличить поэтапно каждый год до 15-летнего необходимого стажа. Ну, и с 25-го года получается, что 15 лет как минимум должен быть трудовой или страховой стаж. И третье условие – это что количество индивидуальных пенсионных коэффициентов или пенсионных баллов, которые должен заработать гражданин к моменту выхода на пенсию, должно быть не менее 30. Сегодня в Рязани был открыт новенький чудо-парк в Дашково-Песочне. Мы уже давали материал о том, какой будет эта ландшафтная игрушечка. А вот сегодня она, что называется, пошла в люди. Работы по благоустройству сквера в микрорайоне Дашково-Песочне практически завершены. Теперь здесь есть детская и спортивная площадки, пешеходные дорожки, скамейки и небольшой, но весьма романтический пруд. Что раньше, вот на этом пустыре, наверное, был пустырь, все-таки не площадка. Вот сейчас будете? Овраг, овраг был. Овраг, то есть вообще ничего не было здесь, да? Ничего не было. Заросли, деревья, овраг. А, ну, а вот сейчас вот мы видим несколько... А сейчас вот это красота, да. Давно бы хотелось такого. И во многих местах желательно, где овраги. Для детей сделали очень хороший комплекс. Особенно для... Бегать, как бы... Ну, до этого только в школе можно было этим заниматься, там, в детских садиках. А тут, конечно, очень интересно им будет. Ну, вообще в Дашково-Песочне у нас, конечно, не было таких парков, поэтому, естественно, все сюда будут приходить не только со школы, но и с детьми гулять. Все сюда будут приходить обязательно. Потому что такой парк у нас здесь... Такого не было никогда. На открытие сквера приехал губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Он сообщил, что год назад во время встречи с жителями Дашково-Песочне он услышал, что люди жалуются на нехватку в микрорайоне мест отдыха. Теперь на улице Советской Армии благодаря совместным усилиям властей и помощи инвесторов появилась новая зеленая зона. Вам тоже предстоит вместе здесь еще поработать, потому что надо посадить нам деревья культурные, там, липы посадить, где-то аллею, липовую сделать, аллею, может быть, каштановую сделать. И это уже надо сделать нам самим, потому что тогда мы это будем лучше беречь. Можно ребят из школы старших классов привезти, можно и самим взрослым выйти, немножко посадить. Ветераны, я думаю, с удовольствием примут участие, а задача городской власти это все организовать должным образом, чтобы это все произошло. Возможно, что вскоре в сквере на улице Советской Армии появятся не только новые аллеи, но и бюст известного композитора Григория Александрова. По крайней мере, таковы ближайшие планы городоначальства. Теперь о делах спортивных рязанские спортсмены будут иметь своего представителя в Совете Всероссийской Федерации Всестилевого Каратэ. Ее создание – это великий прорыв в развитии этого более чем популярного вида спорта. А то, что рязанский регион будет иметь во Всероссийской Федерации представительство, говорит о нашем статусе в спортивном каратэ страны. В начале сентября в Минспорте России прошла комиссия по признанию новых видов спорта и спортивных дисциплин. Во главе комиссии стоял заместитель министра Павел Колобков. Комиссия решила внести Федерацию Всестилевого Каратэ во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта. Это право на получение государственной аккредитации и проведение турниров ранга чемпионата России. Да, в принципе, наконец-таки, что у нас в России такое случилось. Нашлись люди в Москве, которые набрали себе мужество объединиться. Потому что чаще всего мы в регионах страдаем от того, что они в Москве не могут договориться. Наконец-то случилось. Создалась Всестилевая Федерация Каратэ. Россия, которую поддержал и Олимпийский комитет, которую поддержал и Министерство спорта Российской Федерации, что было показано в приветственных письмах и телеграммах. Был проведен турнир по множеству стилям, где, в принципе, мы и принимали участие. Но я ездил как делегат, но и как судья. Сейчас новая федерация вырабатывает положение о судьях, о квалификации и предложения по календарю соревнования. А поскольку рязанцы отныне имеют в ней своего представителя, то уже на ближайших наших региональных и городских соревнованиях будут обкатываться новые правила их проведения. Надеюсь, что вот эта вот и централизация, и то, что произошло в Москве, в том числе и в Анапе, она позволит нам более так идти в правильном русле и развивать каратэ более так профессионально. Не сами по себе, а уже с участием государства. Теперь получив официальный статус, все стилевые федерации каратэ получат и отработанную, и официально признанную систему присвоения рангов и поясов. Это будет огромной мотивацией для наших молодых спортсменов к занятиям самым распространенным в мире боевым искусством. А поскольку в Рязани немало очень перспективных юных каратистов, то новые медали в копилке областного спорта появятся весьма скоро. Ведь наш город единственный в России, где тренеры начинают работать с малышами от каратэ. Кстати, это рязанское возрастное ноу-хау сейчас постепенно перенимают и столичные преподаватели каратэ. О боевых видах спорта у нас еще будет вестись речь. Сегодня в студии программы подробностей мы ждем заслуженного тренера России по кикбоксингу Юрия Храмова. Недавно в Рязани чествовали его воспитанников, бойцов клуба «Золотые купола», которые на молодежном первенстве мира в Италии взяли сразу шесть медалей. Надо добавить, что конкурировали с рязанцами полторы тысячи кикбоксеров из 56 стран мира. Это был огромный рязанский вклад в победу России, потому что по итогам соревнований сборная нашей страны заняла первое место в командном зачете. Программа о подробности будет в эфире через короткое время. Ее ведет Евгений Зызин. Ну а мы расстаемся с вами до завтра. Всем удачи. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин